Как раскрутить канал до конца 2020 года? Сегодня ты, дружище, узнаешь три трендовые идеи, которые позволят тебе увеличить количество просмотров и подписчиков на своём канале. Но прежде чем мы начнём, я хочу отблагодарить вот этих вот зрителей. Они писали комментарии к предыдущему видеоролику. Прям спасибо. От души вам. Если ты тоже хочешь запечатлеть себя в истории, ты можешь тоже написать внизу, какую нишу на Ютубе ты занимаешь, чем занимаешься, какие видеоролики выпускаешь, на какую тему хотел бы выпускать, если ещё не выпускаешь. В общем, пиши, пожалуйста, и вполне возможно, что именно тебе я предоставлю контент-план, так скажем, какие видеоролики выпускать. То есть ты пишешь вот тут, основная идея, идея вот тут, ага, ага, читаем. В общем, ты будешь, возможно, одним из счастливчиков. И также, если есть такая возможность, то поставь лайкосик данному видосику и подпишись на данный канал. Мне будет очень приятно, а для тебя больше видеороликов о том, как быть позитивным, как быть энергичным, а также как развивать свой Ютуб-канал. А мы приступаем к нашему видеоролику. Да? Совсем недавно был Хэллоуин, и с 15 октября по 1 ноября мы наблюдали большой тренд видеороликов на хэллоуиновские тематики. А теперь вопрос к тебе, дружище. Какой праздник следующий? Мм? 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 Следующий праздник реально, правильно, это Новый год, дружище. Новый год к нам мчится, скоро все примчится. С 31 декабря 2020 до 1 января 2021 он проходит. Еще там праздники всякие, естественно, наворачиваются. И теперь у тебя возникает вопрос. Так, а что мне такая информация дает? А вот что тебе дает. Потому что тренды, они постоянно повторяются вот так вот. В прошлом году был вот такой вот пик на Новый год. В этом году будет тоже большой пик на Новый год. И при этом в этом году еще и коронавирус случился. А значит, это будет двойная смесь. И для тебя это хорошие новости, как контент-мейкера. Потому что ранее Новый год был обыденный, а сейчас он станет самоизоляционный. А это означает, что и контент о Новом годе тоже станет самоизоляционный. И подготовка к Новому году тоже самоизоляционная, карантинная, коронавирусная. В общем, дружище, это наш шанс для того, чтобы ворваться в эту стезю. Потому что очень много контента на Ютубе накопилось за последние 10 лет про Новый год. Там одни и те же видосики, одни и те же. И вот это вот, это новая кровь. Новая, так скажем, эра для нас, так скажем, войти в эту эру. Да? Без лишних слов, давай же перейдем к делу. Какие видеоролики снимать, какие названия придумывать, какие теги прописывать и какое описание заполнять. Первое, что мы делаем, это все пишем про Новый год. Второе, что мы делаем, это мы все пишем про 2021 год. И третье, что мы делаем, это мы делаем все про коронавирус, про самоизоляцию. Все. А теперь примеры. Примеры следующие. Как похудеть к Новому году 2021? Какие подарки можно купить к Новому году 2021? Как пройдет Новый год 2021 на самоизоляции? Какой коронавирусный Новый год там и так далее, и так далее, и так далее. То есть все названия будут содержать коронавирус. Вот тебе пример о всех названиях. Вот они, которые ты можешь заполнить. Если ты спортсмен, то ты, естественно, делаешь про спортивные. То есть лучшие методики, которые ты можешь применить к 2021 году. Там, как качаться в 2021 и быть как машина. Если ты любишь играть, то вот в Омон Каст, например, топ-5 тактик, которые должен использовать карты до 2021 года за предателя. Если ты играешь в CS GO или во что-нибудь такое, то как я убивал всех в 2020 году? То есть подводишь итоги 2020 года. Потому что все сейчас будут подводить итоги 2020 года, результаты 2020 года и что предстоит в 2021 году. Потому что мы все живем этим. Все люди сейчас живут тем, что там планы какие-то ставят на 2021 год. Кто-то подводит итоги 2020 года. И, естественно, все гуглят, как это делать, как нужно правильно составлять планы на 2021 год. И ты можешь быть самым первым. Потому что уже ноябрь идет. А это значит, что в середине ноября народ такой очухается и начнет гуглить эти видосики. А твои видосики уже тут как тут. А если ты, так скажем, смотришь это видео в декабре, то, так скажем, давай-давай-давай, ускоряйся. Потому что, мало ли что, это я так на будущее говорю для тех, кто смотрит в будущее. В общем, если кто-то смотрит из будущего, то привет вам. В общем, дружище, пишем все про коронавирус, про самоизоляцию, про 2020-2021 год. Естественно, есть еще одна методика. Это то, что нужно сделать в 2021 году. То есть, это, так скажем, предпосылка. То есть, видеоролики, которые будут бомбические в 2021 году. Это для моей ниши конкретно. Или же для твоей ниши топ, если ты футболист, ты такой, топ-5 футболистов, которые будут крутыми в 2021 году. То есть, составляешь вот такие примерно описания. В тегах указываешь 2021 год, 2020 год, Новый год 2020. Также Новый год указываешь, плюс коронавирус, плюс самоизоляция. В зависимости от того, какие видеоролики ты снимаешь. Можешь также, как сделать самоизоляционный подарок на Новый год. То есть, как сделать коронавирусный подарок. Как-то крипово звучит, как букет поймать. В общем, как сделать коронавирусный ковидный подарок на Новый год 2021. Все это сейчас будет в тренде, потому что до 2020 года никто не знал о коронавирусе. И ты можешь это применить к Новому году, к вот этой вот нише. Я желаю тебе успехов. Еще раз вот тебе дополнительный список вещей, которые ты можешь составить. Идей. Не хочу тебя долго задерживать. Ты можешь взглянуть на экраны, так скажем, для себя. Выявить те идеи, которые будут для тебя важны, для твоей ниши. Ты как-то это можешь адаптировать. То есть, я говорю там про футболистов. А ты можешь адаптировать это, допустим, если ты в киберспорте. То ты можешь подумать такой. Кто из Нави будет самый крутой в 2021 году? Мои, так скажем, гессы. Мой предикшен. Я как экстрасенс угадываю. То есть, все ориентирую к 2021 году. Это только один из единственных случаев, как можно сейчас прорваться и ухватить побольше подписчиков. Ухватить побольше, так скажем, просмотров. Но для тебя одна важная новость. Не гонись, пожалуйста, за подписчиками и за просмотром. Гонись. Гонись за тем, чтобы дать как можно больше ценности зрителю. То есть, если ты хочешь на этом накликбейтить, забайтить человека, то, пожалуйста, не надо. Лучше, так скажем, задокументировать свой процесс, подарить любовь людям. Так скажем, если ты не уверен в том, что ты говоришь, то и скажи, я не уверен в том, что говорю. Но мне кажется, что это вот так случится. То, что там снег пойдет в 2021 году. Ну, в общем, я надеюсь, ты понимаешь. То есть, будь альтруистичен к людям, которые тебя окружают. И все будет ништяк, все будет огонь, все будет чики-пуки. В общем, спасибо тебе большое за просмотр, дружище. Ставь лайк, пожалуйста, подписывайся на данный канал, если это видео было полезно. Особенно вот эти вот списки. И также пиши комментарии. И ты будешь одним из тех людей, кому я пропишу контент-план на, так скажем, на следующий год. В общем, желаю успехов. И до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!